Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ирина Шухаева. Мы продолжаем говорить о творчестве Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, которого называли и общественным судом, и диагностом всех общественных зол, которого называли писателем-прокурором. Много-много говорили о том, какой богатый мир в своих произведениях создал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, и о том, что это один из блистательнейших не только русских, но и мировых сатириков, писателей-сатириков, поднявший искусство, как казалось бы, просто осмеяния или оглубления на высочайшую ступень прекрасного художественного исполнения. То есть мы говорим о великолепном мастерстве, о гениальности, о том, насколько его методами и инструментами, которыми он пользовался, продолжают пользоваться во всем мире, обращаясь как к эталону. Это был писатель, который не попробовал что-либо сделать, а который не только создал. Как вы знаете, мощным розчерком пера он утвердил определенные методы в литературе, показав, что это может быть и понятно, и узнаваемо, и злободневно, и блистательно художественно, и удивительно современно. Как мы говорим с вами, когда соприкасаемся с творчеством Салтыкова-Щедриная, понимаем, что несмотря на большой временной период и колоссальное количество сложных событий, которые произошли с нашей с вами страной, к сожалению, многие моменты в русском характере, в наших собственных умах, сердцах, в манере поведения, с тем, как мы подчиняемся, и как ведут себя те, кому мы подчиняемся, к сожалению, многое осталось узнаваемо. Но, к счастью, есть сатира Салтыкова-Щедрина, которая показывает все механизмы возникновения этих общественных зол. И вполне, наверное, каждое поколение может внести какую-то лепту, чтобы с ними справиться и сделаться самим чуть-чуть лучше, и чуть-чуть лучше сделать жизнь. По крайней мере, Салтыков-Щедрин очень большое значение уделял литературе именно как пропаганде, не развлечению, не чтобы там посмеялись и не поняли, а именно как средство борьбы, как серьезный инструмент для и политической, и экономической, и социальной, и психологической работы с обществом. Итак, сам Салтыков-Щедрин часто говорил о том, что он пользуется изоповым языком. И до сих пор и современные исследователи, и те, кто раньше занимались исследованием творчества Салтыкова-Щедрина, а именно ответом на вопрос, как же он это все делает, отмечали то, что главной особенностью его поэтики и стиля является изоповский язык. Или изоповская манера, то есть совокупность семантических, синтаксических и ряда других приемов, которые придают произведению или его отдельным элементам двузначность, когда за прямым смыслом сказанного таится второй план понимания, который и раскрывает подлинные мысли и намерения автора. Сам Салтыков-Щедрин говорил, что ввиду общей рабьей складки умов, аллегория все еще имеет шансы быть более понятной и убедительной, а главное привлекательной, нежели чем самая понятная и убедительная речь. Напомню вам, что аллегория – это иносказательное изображение абстрактного понятия или явления через конкретный образ, персонификации человеческих свойств или качеств. Например, образ совести. В знаменитой сказке «Щедрина пропала совесть». Очень часто еще, конечно, пользовался Салтыков-Щедрин таким приемом, как олицетворение или даже, как есть еще такое понятие, как очеловечивание. Вы, конечно, понимаете, что речь идет об его знамечательных сказках, где мы видим, как бурно живут представители животного мира, рыбы, птицы, хищники, и прекрасно понимаем, что это все на самом деле он описывает современный ему мир человеческий, и все эти образы, они имеют определенное, так сказать, зеркало в мире людей, и все это прекрасно отражается и понятно. Но, конечно, сказки «Цензура» пропускала достаточно легко, потому как само слово сразу предполагало несерьезность намерений. Часто Салтыков-Щедрин пользовался такими названиями, которые уводили цензуру от истинной сути. Были там письма провинциала, письма к тетеньке, некоторые совершенно безобидные, сказки. То есть какие-то такие названия, которые на самом деле уводили от сути. И для того, чтобы, он сам говорил, для того, чтобы достучаться и до простых людей, иногда нужно использовать понятный язык образов, сказок, тех метафор, к которым они привыкли. Тогда люди могут прочитать и задуматься, увидеть себя, увидеть других, и сделать какие-то важные для себя выводы. Потому что еще раз вам напоминаю, Салтыков-Щедрин никогда не воспринимал литературу как умиление, увеселение, развлечение или уход от реальности наоборот. Он, даже если создавая какие-то фантастические произведения, говорил о том, населял их абсолютно живыми людьми, для того, чтобы можно было подумать, увидеть, прочитать между строчек. И в этом как раз он и был большой мастер. Пользовался он изоповским языком. То есть это различные способы иносказательно выразить ту или иную мысль, которую прямо высказать нельзя, например, из-за цензуры. И надо сказать, что многие исследователи, работая с текстами Салтыкова-Щедрина, говорили о том, что с одной стороны их трудно уже восстановить, а с другой стороны, может быть, уже в этом и нет необходимости, потому что настолько понятно то, что он хотел сказать. Один из основных приемов, которым любил пользоваться Салтыков-Щедрин, это гротеск. Вид условной фантастической образности, соединения в одном образе и образном мире, правдоподобного, естественно, заведомо невозможном в реальности. Вспомните знаменитого Брудастова из «Истории одного города» с его знаменитым органчиком в голове, который исполнял всего две пьесы «Разорю» и «Не потерплю». Город реален, градоначальник тоже голова, органчик не очень, и тем не менее все вместе получается довольно-таки впечатляющее произведение. Есть еще такое понятие, как гипербола. Средство художественного изображения, основанное на чрезмерном преувеличении. Образное выражение, заключающееся в непомерном преувеличении событий, чувств, силы, значения, размера изображаемого явления, внешнеэффектная форма подачи изображаемого. Она может быть и идеализирующей, и уничтожающей. И Салтыков-Щедрин прекрасно пользовался и уничтожающей, и идеализирующей формой. И вообще в своих работах, мы об этом поговорим, еще о гиперболе и фантастике, он уделял очень много внимания. Он пользовался этими приемами абсолютно сознательно. И говорил о том, что это особые формы образного повествования, потому что литературному исследованию, говорил сатирик, подлежат не только поступки, которые человек беспрепятственно совершает, но и те, которые он несомненно совершил бы, если бы смел или умел. «Развяжите человек у руки», – писал Салтыков-Щедрин, «дайте ему свободу высказать всю свою мысль, и перед вами уже встанет не совсем тот человек, которого вы знали в обыденной жизни, а несколько иной. В некотором отсутствии стеснений, налагаемых лицемерием и другими жизненными условностями с необычной яркостью вызовет наружу свойства, остававшиеся до то ли незамеченными, и напротив отбросит на задний план то, что на поверхностный взгляд составляло главное определение человека». Вот он и позволял себе менять своих героев в рамках используемых приемов до неузнаваемости. И тем не менее мы видим, что то, что кажется явно уничтожающе, преувеличенным или идеализированным, на самом деле, мы понимаем, вполне где-то сидит у каждого глубоко внутри. Что еще интересного использовал в своих работах Салтыков-Щедрин? «Русский мужик беден всеми видами бедностями, но больше всего сознанием своей бедности». Вспомните слова Салтыкова-Щедрина «Благоглупости, государственные младенцы, чего изволите, лужение умывальников, игрушечного дела людишки, пенкой сниматели, градоначальническое единомыслие, применительно к подлости, мягкотелый интеллигент, вот до сих пор гуляет, да, вкупе самерзавствовать, доктринеры бараньего рога и ежовых рукавиц. Говорил мало, мыслил еще меньше, ибо был человеком телодвижений по преимуществу, вредоносно умен, душегубствующей любезности, брюшной материализм, душедрянствовать, смазурничать, административные поцелуи, спасительный начальственный трепет, немогим знать, начальство приказывает, отечеству надлежит служить, а не жрать его, и многое-многое другое. Да, конечно, создавая своих чиновников осетров, или чиновников собак, или чиновников автоматов, просто показывая, до чего доходит у нас усердное служение начальника поклонения, чем отвечают в ответ на это начальники, как они это принимают, и куда их заносит, вот в этой безнаказанности, вот для чего, собственно, Салтыкова-Щедриной нужны были все эти сложные приемы, сатиры, гротеска, сарказма, для того, чтобы показать, во что может вылиться вот эта вот безграничная и безнаказанная вот тенденция, когда они одни безгранично властвуют, другие безгранично подчиняются. Отдельный, конечно, мир, вот мы уже говорили, состоит в сказках Салтыкова-Щедрина, используя приемы, более понятные людям, для того, чтобы можно было и мужику себя увидеть нелепым, и генералам на мужика посмотреть, ну и уж всем вместе абсолютно, кто такие пескари, почему волки едят зайцев, и может ли это быть остановлено. Вот она антиидиллическая направленность, что мирным путем вот того общества, которое породило семейство Головлевых, уже преобразовать нельзя. Это понимал Салтыков-Щедрины. Со временем так именно и произошло. Антон Чехов писал, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими, и которые пьянят нас, они имеют один общий и весьма важный признак. Они куда-то идут, и вас зовут туда же. Лучшие из них реальны и пишут жизнь такую, какая она есть. Но от того, что каждая строка прописана как соком сознанием цели, вы кроме жизни, какая она есть, чувствуете еще ту, которая должна быть. И это вас пленяет. И вот этот важный признак действительно был характерен для Салтыкова-Щедрина. И сам он говорил, что неизменным предметом моей литературной деятельности был протест против произвола, вранья, хищничества, предательства, пустомыслия и так далее. Ройтесь, сколько хотите во всей массе мною написанного, ручаюсь, вы ничего другого не найдете. И каким бы образом не выражался Салтыков-Щедрин в своей цели, каким бы приемом он не пользовался, реальные ли это, господа Головлевы, вымышленные ли это, преувеличенные образы градоначальников, это ли животный мир сказок Салтыкова-Щедрина, или где есть место оживающей совести или другим чертам человеческого характера, которые вроде не имеют материального образа, вы всегда будете находить протест против скверной стороны жизни. И пусть Салтыков-Щедрин так и не построил отдельного города умного, как собирался, таким убедительным, как Глупов. Но то, что вот он показал, пользуясь всеми разными способами преувеличения жизни, до которой она может дойти, это, конечно, невероятная заслуга. И это осталось навсегда, потому что сегодня все, что мы читаем, все узнается. И его сарказм по-прежнему может быть для нас полезным. Вот эта едкая, язвительная насмешка над кем-либо или над чем-либо. Широко используется в сатирических и литературных произведениях. Давайте немножко посмотрим на слова, словосочетания и фразеологизмы, которыми пользуется Салтыков-Щедрин. Посмотрим, насколько они сегодня созвучны. Привести к одному знаменателю, это еще с тех пор было. Атмосфера обуздания, ежовые рукавицы перекочевали к нам из произведений Салтыкова-Щедрина. Вот это отдельное направление начальства поклонничества всегда вызывало отдельный всплеск эмоций у Салтыкова-Щедрина, и был им разработан целый отдельный инструментарий, касаемый мероприятий, чинов и прочих отличительных особенностей жизни администрации. Прежде всего, замечу, что истинный администратор никогда не должен действовать иначе, чем через посредства мероприятий. Всякое действие не есть действие, а есть мероприятие. Приветливый вид, благосклонный взгляд, суть такие же меры внутренней политики. Обыватель всегда в чем-нибудь виноват. Дальше слушайте. Не боящиеся чинов онами награждены не будут, боящемуся же все дастся. Дозволяется при встрече с начальством вежливыми и почтительными телодвижениями выражать испытываемое причем удовольствие. Есть люди, которые мертвыми дланями стучат в мертвые перси, которые суконным языком выкликают «Звон победы, раздавайся!» и зияющими впадинами вместо глаз выглядывают окрест. Кто не стучит в перси и не выкликает вместе с ними? Даже сегодня, если вы будете, например, смотреть в интернете афоризмы Салтыкова-Щедрина или наиболее известные цитаты, вы будете искренне удивлены, что они относятся к тем самым чиновникам и к тем самым действиям администрации, что это было много-много лет назад, а никак не сегодня. Настолько остро и злободневно продолжают звучать и реальные высказывания Салтыкова-Щедрина, и такие наиболее отстраненные, которые созданы в рамках приемов. Но давайте посмотрим, как называются определенные департаменты и какими определениями продолжает пользоваться Салтыков-Щедрина. Ну, как вам? Гангрена, лицемерие, известительная инициатива, душегубствующие любезности, но административные поцелуи просто стали, наверное, руководством к действию в определенный период жизни страны, спасительный и начальственный трепет. Ну, вот, пожалуйста, департамент препон и неудовлетворений, так называл в переносном значении Салтыков-Щедрин Министерство внутренних дел, департамент недоумений и оговорок, Министерство юстиции, департамент государственных умопомрачений, Министерство народного просвещения, ну, вот, знаменитый шум наш вокруг ЕГЭ, в общем-то, вполне, был уже давно назван Салтыковым Щедрином. Департамент изыскания источников и наполнения бездн Министерства финансов. Можно отметить еще такие забавные моменты, что определенную пророческую способность Салтыкова Щедрина отметили еще его современники. И в революционной газете «Начало» в номере от 15 апреля 1878 года было помещено комическое извещение. Несколько лиц обращаются к господину Щедрину с просьбой писать сатирические статьи в более отвлеченной форме, так как они при настоящей степени их реальности служат, по-видимому, материалом и образцом для государственных распоряжений господина министра внутренних дел». И даже Салтыков Щедрин сам заявлял, что рисуя ретивого губернатора Помпадура, который любил сочинять законы, он никак не предполагал, что русская действительность в период реакции так скоро полностью подтвердит этот гиперболический сюжет. То есть вот такие были казусы уже при жизни Салтыкова Щедрина. Есть еще один момент важный, о котором следует сказать, что один из способов литературного выражения у Щедрина есть система образов, которые можно условно назвать и реальными, и которые его творчество очень углубляли и давали такое мрачное и трагическое восприятие действительности. Это призраки, и тени, и миражи, и трепеты, и сумерки, и фантасмагории, светящаяся пустота, черная дыра жизни. И сам Салтыков Щедрин заявлял следующее. Исследуемый мною мир, а он допускал в недрах человеческой души и психики проявления очень многих сторон жизни и явлений, которые стесняются внешними приличиями, то есть заглянуть внутрь, он как бы не боялся и говорил, что исследуемый мною мир есть воистину мир призраков. И затем пояснял, я утверждаю, что эти призраки не только не бессильны, но и самым решительным образом влияют на нашу жизнь. Действительно, вот как глубоко он здесь работал, и, конечно, с миром призраков существовал этот вот мир кукол, и масок, и мир картонной жизни, и мир жизни механической, при том, что во времена Салтыкова Щедрина еще совсем, в общем-то, мало говорили о том, как образ мысли влияет на жизнь людей, и насколько важно, какими словами ты думаешь, какими словами ты говоришь, насколько твои страхи могут материализоваться. Обо всем этом у Салтыкова Щедрина, согласно времени, когда он творил, было весьма такое условное представление, и тем не менее, глубина этого рентгеновского луча, которым он обладал, силой его гения, позволяла ему абсолютно решительно погружаться в недра человеческой души и психики со смелыми предположениями, а что могло бы быть, если бы это разрешили выпустить наружу. И, конечно, сатира Салтыкова Щедрина не просто глубоко, она глубинно психологична, и глубинно актуальна сегодня, когда мы, может быть, слишком знаем о том, что может быть устроено, и обратиться к его образу гротеска, гипербола, к его маскам, к его призракам, к его, в общем-то, чудовищно реальным образом, которые на наших глазах проживают никчемную жизнь и умирают, это иногда может быть даже более полезно, чем исследование серьезной психологической литературы, если вы психологом по образованию и образу жизни не являетесь. Вот в его сказках, его сатирических произведениях, вот как раз там, где есть вот этот глубинный допуск в то, что могло бы быть, можно найти очень много и собственных отражений, и отражений современников, и это будет и очень интересно, и очень полезно. Мы говорим о том сегодня, что Салтыков Щедрин использовал при создании своих произведений вот всю палитру художественных красок, которые есть у сатиры, приемов и способов. Еще буквально несколько слов успею вам сказать о таких вот образах, которые стали нарицательными. Понятно, что это город глупов, глуповцы и градоначальники, понятно, что это Иудушка, Порфишка, Кровопивец, понятно, что это Карась-идеалист, что это Премудрый Пискарь, что это многие персонажи сказок, каждый выбрал для себя, есть еще отдельно стоящее, о чем мы с вами не успеем поговорить, это такие господа Молчалины и господа Ташкенцы. Господа Молчалины, как вы понимаете, по фамилии исходят из недр образа Молчалина, горя, от ума, но это целая плеяда и со своей жизнью, со своими корнями, со своими привычками и манерами, которые умеют жить умеренно, сыто, благовидно, к ним никогда не предъявят никаких исков, но жизнь ли это? И господа ташкенцы, которые ратуют за то, что нужно везде сеять образование, причем тех, кто станет объектами просвещения, у них останутся только запахи, потому что это безазбучное образование, но сеять его нужно агрессивно, а на самом деле, по сути своей, Салтыков и Шедерин показывают, что господа ташкенцы, этот внутренний порог, распространившийся по всей стране, на самом деле они просто хотят жрать вкусно, много, ненасытно, они никогда не могут быть сыты, и вот они, так сказать, носятся по стране, избравшие источником для своего пропитания тему просвещения и образования, тоже много интересного, нарицательного, с гротеском, с гиперболой можно найти в этих образах, на этом у нас сегодня все, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok,